Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал. Я не знаю, на какой конкретно канал я буду выкладывать этот ролик, но сегодня мы поговорим о моем возвращении в Москву. Я поделюсь с вами своими впечатлениями, заметками, потому что за последний год я прожила в Костроме около полугода. И постоянно возвращаясь в Москву, я открывала для себя какие-то новые интересные факты, которые могут быть и вам также интересны. Поэтому, если эта тема вам по душе, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. И первое, что я хочу заметить, когда я вернулась в Москву, я поняла, что куда-то делись все люди. Я не знаю, с чем это связано, то ли третья волна пандемии, то ли, может быть, люди уехали на дачу, на море, в отпуска, куда угодно. Но так как я постоянно гуляю с собаками совершенно в разное время в течение дня, то я обнаружила, что реально как-то мало людей. И где все? Обычно я прихожу домой, вы знаете, такая энергетически опустошенная. И абсолютно нет сил ни на что, потому что много людей, толпа, ты постоянно контролируешь своих собак, чтобы они никому там не мешали. Ищешь зеленые места для прогулок и так далее. А тут что-то прихожу, и как-то навеселе прям, и в душе приятная такая легкость, свежесть. И я понимаю, что людей на улице стало реально меньше. И виной там вовсе не жара, как это было, например, ну вот последнюю неделю, последние две недели. В общем, что-то вообще произошло с Москвой, не знаю что, и мне это очень нравится. И какого-то особого, знаете, такого сильного контраста с Костромой вот в этом таком человеческом факторе я не увидела. И это такой очень большой и приятный для меня сейчас плюс. Второй момент — это дороги. У нас сейчас в моем районе активно идет такая замена дорог, тротуаров, причем очень таких проблемных, многолетних проблемных. Это очень приятно. И, собственно, вот та дорожка, по которой я по утрам бегаю, она идеальная. Она настолько ровная, настолько приятная, что я уже лелею который день мысль достать свои ролики и пойти покататься. В Костроме, на самом деле, вот тоже в том же районе, где я жила, но это даже не этот конкретно район, а вообще вся Кострома, которая не центр. То есть это большая часть Костромы, потому что центр более-менее еще облагораживает, там и плитка выложена в многих местах, и асфальт есть кое-где. Но даже в центре дороги сейчас тоже начинают ремонтировать, но все же большая часть дорог — это разбитость, это сплошная разбитость. И я искренне сочувствую детям, подросткам, которые покупают всякие там скейтборды, самокаты. Я честно не представляю, как они катаются по Костромским дорогам, все просто невозможно. И да, дети москвичи, вам несказанно повезло, что вы живете в таком асфальте, ровно асфальтно, как-то сказать уже, в общем, в городе с идеальным асфальтом, что когда ты едешь на даже самом дребезжащем самокате, даже если он очень старый и очень хреновый, тебя не будет слышно, потому что асфальт просто вот как поверхность ровная гладь воды. В общем, у меня вот такой реально контраст случился. Я, кстати говоря, вот дорога в Костроме, как выходишь из подъезда, у нас там такая очень-очень активная дорога. Туда заезжают машины, паркуются к своим домам. И эту дорогу вот реально не ремонтировали лет 20. И в конце концов наши местные жители, люди не выдержали и решили вот эти все колдобины, ямы засыпать хотя бы песком просто. Вот, и они это делали, причем делали это в плюс 30 днем, потели. Это было реально очень тяжело. Но, конечно же, с первым дождем вся эта красота просто превратилась в озеро грязи. И, как бы, с одной стороны, они хорошее дело сделали, потому что ЖКХ не дождешься, управляющие компании, не знаю, или кто вообще отвечает за содержание дорог, им все равно сделали вот такое доброе дело. Но все равно, как бы, чтобы ремонтировать, нужно менять дорогу полностью. Такой косметический ремонт все-таки актуален только для хорошей погоды и только для лета. Третье мое наблюдение, которое меня просто шокировало до глубины души. Я три месяца прожила в Костроме и совершенно не ощущала себя какой-то скованной в плане покупки еды, продуктов в магазинах, а закупаюсь я в самых простых, обыкновенных придомовых супермаркетах. Но когда я зашла вот недавно на днях в обычный там, куда верно, в пятерочку, и я просто была шокирована московскими ценами, потому что вот просто в два, практически в два раза. Вот те же макароны, которые я обычно покупаю, булгур, ну 100 рублей за макароны, 100 рублей за 450 грамм крупы, да, булгур это пшеница по сути. Ну, мягко говоря, это жесть, это просто жесть. В Костроме вот действительно в той же пятерочке цены в два раза ниже. Вот что, конечно, стоит отметить, действительно очень недорогой город, там достаточно бюджетно жить, и более того, многие москвичи переезжают в Кострому именно по этой причине, например, родились дети, или ты потерял работу, или устроился на работу какую-то низкооплачу. Ну, в общем, когда происходит что-то такое, и тебе нужно временно поэкономить, то Москва это совершенно не тот вариант, и лучше, и гораздо более все-таки логичнее переехать в город, где нет таких завышенных, совершенно на ровном месте цен, причем потому что вот макароны обычные, булгур вот тот же, совершенно обыкновенные, или йогурты, вот те же йогурты, например, активи, вы видели, сколько они стоят? Ну, не могут они столько стоить. В Костроме ты заходишь в магазин вот в ту же пятерочку в Дикси, ничего так сильно тебя особо не шокирует, особенно если еще какие-нибудь там желтые ценники, скидки. В общем, я была так неприятно удивлена, думаю, Москва, ты вообще что-то, конечно, оборзела просто по-дикому. И четвертый момент, он касается непосредственно моей повседневной жизни с собаками. Как вы знаете, я часто жаловалась, что мне тут вообще некомфортно, и гулять плохо, и мест зеленых нет. Так вот, вроде как наступило лето, и мой район оказывается достаточно озелененный, достаточно уютный, чистый. И во многом, наверное, сказался, у меня просто Люсик лежит внизу, сказался фактор того, что Люсик повзрослел. Ему вот на днях исполнилось 9 месяцев. Линде 2 июля стукнуло уже 7 лет, потому вполне взрослые собаки. И, наверное, вот действительно фактор того, что Люсик повзрослел, он уже не такой, как сказать, не такой шалопопый, как раньше. Он очень любит созерцать, гулять не спеша, и как-то стало просто проще гулять, проще с ними взаимодействовать. Плюс я стала выбирать такие часы прогулок, когда народу на улице не так много, и гуляется нормально. Нашли даже какие-то полянки, где я могу спокойно отпустить Линду. Люсику все равно не отпускаю, потому что все-таки здесь машина, и здесь достаточно оживленное автомобильное движение. Ну, у него поводок 5 метров, он совершенно не чувствует никакой скованности. Да и на самом деле он как-то и не хочет. Учитывая то, что я хотела собаку, с которой я буду ходить на пробежки, бегать, заниматься спортом, думаю, Люсик совершенно не тот вариант. Он, конечно, очень подвижный, активный мальчик, но пробежки, вот такие, знаете, специально прям тренироваться, это совершенно не для него. Ну, а Линда уже в силу своего возраста, она тоже очень активная. Но она любит так, знаете, чуть-чуть пробежаться и пешочком, чуть-чуть пробежаться и пешочком. То есть вот той реально адской энергии, которая была у нее в детстве, у нее, конечно же, уже нет. Ей просто это не нужно, ей это неинтересно. Вот. И как-то, как-то вот очень комфортно, очень приятно, не очень жарко. И я очень рада, что вокруг моего дома очень много всяких деревьев. Как-то спишь, как будто в жунглях каких-то. Короче, у меня сейчас сугубо позитивные впечатления. И Москва, конечно, я очень благодарна, что ты меня встретила вот так. Потому что Москва это жестокая женщина. И она такая, знаете, женщина настроения, как фортуна. Кому-то многосклонна, а кого-то просто кувырок и пошел отсюда, пинок подзад. В моем случае все оказалось приятно, в том числе повезло с погодой. Поэтому посмотрим, как все будет у нас дальше происходить. У меня еще есть мечта все-таки успеть сходить в лес, погулять наш, кататься на роликах, поесть мороженки. Потому что я в кустыне еще совсем не ела мороженки. Даже в плюс 30. И просто стараться проживать это лето с удовольствием каждый день. Чего желаю и вам, друзья. Поэтому на этом я завершаю свой ролик. Если вам было интересно, не забудьте поставить ему пальчик вверх, подписаться на мой канал. И не забывайте, что у меня есть еще второй канал на ютубе. И также два блога на Дзен, которые я не знаю, буду ли вести дальше. Посмотрим. Посмотрим. А также у меня есть инстаграм и творческий паблик ВКонтакте, который посвящен писательству, творчеству, там всякая поэзия и прочие фотографии. Если вам это все интересно, тоже не забывайте заходить. Все. До встречи в следующих роликах. И уже очень скоро с вами увидимся. Пока-пока.